В 2020 году переболел ковидом, на ногах перенес инфаркт, после выписки через 20 дней инсульт геморрологический, сейчас тягаю я, ну не медлелевая сторона у меня, мне присвоили третью группу инвалидности. Да, я работал. В 2022 году собираю документы для подтверждения группы и передали на комиссию. 7 июня у меня произошел повторный инсульт, ишемический в голове. Находясь в больнице, позвонили с комиссией у меня о том, что они присвоили мне третью группу инвалидности. После выписки из больницы, я находился под наблюдением у терапевта и у невропатолога три месяца. Собрали повторно документы на комиссию, отправили на МСЭ. Оттуда, когда документы к ним пришли, они позвонили и сказали, чтобы я пришел так вот от числа. Пришел я к ним, они визуально посмотрели, говорят, пройдитесь вперед, пройдитесь обратно, коснитесь рукой носа. Вот и все. Посмотрели на это, говорят, все, вы свободны. Вечером звонят мне и говорят, придите завтра, на следующий день я прихожу, ничего не объясняют. Выходит врач, раздает бланки о том, что группа не установлена, инвалидность. Вот и все. Я подал заявление на Ростов на комиссию, тоже МСЭ, привез туда документы. Там они посмотрели и говорят, у вас недостаточно документов для группы. Вот и все. Председатель комиссии был Докучаев. Были, там же еще, я еще забыл сказать, вышла женщина, смирили давление, у меня давление скакало. Они спросили, ты таблетки пьешь или нет? Я говорю, а как же мне не пить, если у меня сахарный диабет? Без таблеток я находиться не могу. Вот такие дела. Обращаюсь к руководству Ростовской медико-стациональной экспертизы, пересмотреть мою жалобу и решить мою проблему.